девочки если вы хотите что мужчина что-то для вас делаю что-то дарил и вообще вас кружил вы должны выбрать сразу нормальный мужчин вот это вот сообщение явно девочка просрала кучу времени на то чтобы это понять хотя это все можно увидеть с первого но максимум второго свидания появятся мужчины такие животные если нравится женщина они пытаются мужчин такие животные вообще офигеть да прикольно первой вообще вот встречи выложить все карты на стол на стол попантоваться по максимуму просто многие девушки думают но у нас сейчас не серьезно поэтому они дарят мне так другие подарки вот мы сейчас будем встречаться вот мы поженим с нас будет семья и он вот будет для меня все делать ну нет понимаете концентрация вообще максимум поступков от мужчины еще до первого секса так что если вы хотите от мужчины что-то получить если вначале не идет ну либо вы принимаете что это отношение 50-50 я вообще не против если два человека готова на это пожалуйста но если мужчина говорит вам откровенно что я за отношение 50-50 я не хочу платить за твой кофе я не хочу давать тебе на ноготочки и так далее ну вы его не переделайте поймите вы не придете в магазин за тапками 38 размера там и там увидите что они 35 этом ну они же мне нравятся разношу там не знаю размочу их еще нибудь с ними сделаю я вот вот типа я думаю что они у меня получится вы не первая которая думает что у нее получится я вам советую ищите сразу те тапки которые вам по размеру которые животные потом тапки вы вкусишь на тапками нас вами с тапками сравнивают тапками удобные очень удобные тапочки поняли с которыми у вас одинаковая точка зрения если там у мужчин мужчина сразу понимать он должен платить за ваш ужин давать нам вам на ноготочки и так далее скорее всего у его семьи должен быть такой укладка через у него папаша сидел на диване ничего не делала мама херачила откуда у него должно быть мнение о том что вот должно быть по-другому ну да на первых порах вот этот который папаша такой я мужик я дали когда встречаю там девочку какую-то может он не влюбляется еще начинает делать только только ты сторон падает он опять садится к самому батя на диван поэтому девочки сразу с первого свидания все прекрасно видно просто мы привыкли себе рисовать то чего нет откройте глаза и трезво посмотрите на ситуацию просто если нам нравится мужчина мы обычно сами придумал все за него можно назвали всех детей мы уже переехали к нему жить и так далее смотрим трезво отсеиваем ненужное и будет вам счастье ребята всем здорово саночной связи слушайте мне интересно кто в здравом уме трезвой памяти там уважением вообще с какой-то ценностью себя может с ней после таких слов вообще иметь какое-то дело они горят животные они горят тапочки кстати что такой тапочек ну тапочки то себе врач удобные такие что были комфортно чтобы в них ходить как будто потом раз износились выкинул нафиг помойку просто и все мне интересно вот понятие я здесь 50 на 50 первый 50 процентов это то что у нее никого нету ребят ну потому что вот они такие чаще все эти чаечки которые заливают у них никого не да у меня там уж миллионер он там дарит подарки все там обеспечивать ребят это все заливало для того чтобы был контент чтобы привлекать женскую аудиторию понятное дело да и вторые 50 процентов это то что там лютейшие просто оленяки ну такой есть такой тоже бывают ребят и самое интересное вот представьте как как оленизм хитро устроен действительно ведь есть мужчины богатые которые просто оленят по такой лютой программе ребят ну там просто такой бывает такой тоже встречал человек умеет зарабатывать деньги там бизнес строит там карьеру строй дал находит пути как заработать денег много денег и вот просто какая-то вот это вот вот это вот ребята которую долбили уже просто сотни столь не долбили берет его вот так вот просто по щелчку пальца разводит на все бабки ну как это возможно ребята как это возможно а это похоть ребята похоть мужская ребята пройдите мой курс, как взаимодействовать с женщиной без потери. Он на 4,5 часа в видеоформате. Там есть целая глава, посвященная похоти. Как с ней совладать, чтобы она тебя, вот эти, я извиняюсь, дыры не несла, сломя голову. Понимаете, что похоть жизни мужские губит. Вот действительно, мужчина зарабатывает, немало зарабатывает, много, и просто находится, вы гляньте, она толком двух слов связать не может. Ай, бля, что это такое? И мужчина какой-то, владелец компании, просто все к ее ногам. Опять вот правду говорю, ребята, начинают грамоты падать. У Саныча грамотопад регулярный. Вот так вот, ребята, теперь так и живем. Под прицелом злых и распешных духов. Вот такие дела. Как только правду матку начинаю рубить, ребята, сразу падают грамоты. Представляете? Нонсенс, ребята. Это уже не первый раз далеко. Вы же сами обращали внимание в роликах, да? Кошмар. Давайте еще. Что мне нельзя было делать в отношениях с абьюзером? Для начала надо сказать, что это был не просто абьюзер, а еще и патологический ревнивец. Это важная деталь, и она проясняет многое. Да. Итак, первое, что мне нельзя было делать, это мне нельзя было смотреть на других мужчин. Если мы с ним находились в каком-то заведении, ехали в такси или в общественном транспорте, я не должна была пересекаться взглядами ни с одним мужчиной. Это не было гласным правилом, но каждый раз, когда такое происходило, я за это потом выгребала. У нас были жуткие скандалы в ходе того, что он мог меня толкнуть. Следующее правило. Правило новых трусов. Если я покупала себе новое белье, это означало, что у меня появился новый любовник. То есть каждый раз, когда я выбирала себе новое белье, все, у нас были скандалы из-за того, что я снова ему изменяю, естественно. Если я надевала новые трусы или новый бюстгальтер, например, это значит, что я уже поехала к новому любовнику. Следующее правило. Девочки, держитесь. Мне нельзя было работать. На тот момент я работала в гостинично-ресторанном комплексе, и там был большой спа-комплекс с саунами, бассейнами, массажными комнатами и так далее. Каждый раз, когда я уходила на работу, это значило, что правильно, что я с новым массажистом уже ему изменяю. Я даже не буду говорить про такие мелочи, как то, что я не должна разговаривать с другими мужчинами без его присутствия. А если такое происходило, например, в его присутствии, то потом был мордобой. Пишите в комментариях, что самое нелепое запрещали вам. Девочки, я всем нам желаю адекватных, здоровых, любящих. Ну да, мордобой. Слушайте, вот, ребят, толкнул меня мордобой, устраивал. Ребят, скажите мне, где на ее лице видны следы этого всего? Ну где абьюза этого всего? Чистенькое, симпатичное лицо, все нормально, да. Никаких там ничего нет вообще следов. Так где же это все? Дальше, это вопрос первый. Вопрос второй. Ребят, вот я никогда не поверю, что вот они были под гипнозом. Вот если он был такой плохой, там ревнивец, и ты меняешь, там и няняня, что ты с ним встречалась? Вот что? Ребят, они же годами в этих отношениях состоят. Ну почему? Ну почему ты с ним, почему ты после первого, второго, после третьего сканала ты не ушла? Три скандала, таких крупных, это уже в принципе показатель того, что у вас там далеко все нехорошо. Почему ты не ушла? Значит, все устраивало. Вывод, ребята, если чаечки находятся в так называемых абьюзивных отношениях годами, значит им это по кайфу. А потом ей по кайфу просто сесть в текулок и обосрать своих бывших. Вот и все. Вот и все, ребята. И все остальное, это все туфта. Потому что живут они с ними га-да-ми. И ни один здравомыслящий, адекватный, умный человек не будет это терпеть годами, если ему это не нравится. А если терпят, значит нравится. Хорошего вам дня.